А ваш ребенок пристегнут? Этот вопрос автоинспекторы сегодня задавали навуренгойским водителям. Правила перевозки малышей четко регламентированы, но полицейским приходится напоминать их автолюбителям с незавидным постоянством. С начала года сотрудники ГИБДД зафиксировали более 300 нарушений правил перевозки детей. В рейде с силовиками побывала наша съемочная группа. У автоинспекторов особенная миссия, поэтому они останавливают каждый автомобиль, который попадает в их поле зрения. Водителям необходимо напомнить о правилах перевозки юных пассажиров. О том, что все дети, которые находятся в машине, обязательно должны быть в специальных автокреслах. Если вы перевозите в салоне автомобиля детей, обязательно пристегивайте их к специальными удерживающими устройствами. Мы вручаем вам памятку. На оборотной стороне вы можете прочитать все условия по безопасному перевозке детей. Счастливого пути! Только в этом году автоинспекторы зафиксировали более 300 нарушений перевозки детей. Маленькие пассажиры, которые находились в автомобилях, не были пристегнуты. А ведь в случае аварии это может стоить здоровье или даже жизни малышу. К счастью, большинство водителей строго относятся к правилам перевозки детей и считают, что нарушать их категорически запрещено. Это чисто для безопасности и делается. Я думаю, это любой разумный человек должен понимать, что если ты с ребенком едешь, то его надо пристегивать. Это не взрослый, чтобы он в какой-то момент смог схватиться за что-то. Ну, поэтому только и все. Конечно, безусловно. В любом случае проводятся какие-то тесты правильные. То есть ребенок должен быть обезопасен. Я думаю, все правильно сделано, что правила должны соблюдаться. Некоторые автолюбители, которых остановились сегодня, трудятся в такси. У большинства есть специальные автокресла на случай, если заказ сделает новый урингоец с ребенком. Но встретились и те, у кого кресел нет. Такие извозчики рассказали, что заказы с детьми они не берут. Ведь безопасность пассажиров даже самых маленьких превыше всего. У меня этого нету. Детские кресла. Я заказы отменяю, когда с ребенком приезжаю. Если с ребенком человек, я отменяю заказ. А почему? Ну, потому что у меня нету. Небезопасно-то. В этом году полицейские зафиксировали более 300 нарушений правил перевозки детей. К тем, кто их нарушает, выписывают штрафы. Согласно части 3 статьи 12.23 кодекса об административных правонарушениях, за нарушение правил перевозки детей в салоне автомобиля водителю грозит штраф в размере 3000 рублей. К слову, штраф соразмерен стоимости детского автокресла. Но дело даже не в сумме, которую придется выложить. Здоровье и жизнь подрастающего поколения бесценны. Мария Федорчук, Андрей Мальцев, служба новостей «Импульс».